здравствуйте друзья сегодня 8 апреля 2019 года и я сегодня приехал в парк Победы это город Чита по-прежнему и сегодня мы прогуляемся по парку Победы это одно из немногих мест излюбленных отдыха Читинцев здесь проходят различные городские мероприятия сюда мы приезжали гулять когда Маша была маленькая мы вот из Соснового Бора который я вам уже неоднократно показывал мы садились в троллейбус и вот приезжали сюда через весь город путь занимает ну наверное минут 30 это памятная доска говорит о том что улица названа в честь героя Советского Союза генерала армия Белика Петра Алексеевича командующего за Байкальским военным округом 66 по 78 год ну вот такая стела встречает нас говорит о том что это парк Победы арка и противотанковый еж чтоб сюда не заезжали машины потому что бывает такое что по традиции приезжают молодожены и вот весь свадебный кортеж заезжает и туда вот а это конечно нельзя сейчас я подхожу к часовне освещенный в освещенный во имя Георгия Победоносца вот эта часовня здесь служатся молебны 9 мая давно я здесь не был воспоминания конечно разные сейчас меня посещают в том числе и когда мы с Наташей моей женой дружили мы приходили в этот парк и гуляли порой выясняли отношения здесь за оборону москвы вот не было этого это уже новое я этого не видел хорошо что я сюда приехал смотрим что парк содержится в хорошем состоянии вот то что мусор здесь собирают скамеечки целые это здорово и аллея такая замечательная действительно за оборону севастополя медаль за оборону сталинграда а там вот вдалеке смотрите светятся купола это никольская церковь она раньше не так выглядела сейчас ее видимо как то что то там и белые вот эти вот шатры венчают а там как свечи горят вот прямо здорово а облака какие ох какой вид то замечательный к никольской церкви мы тоже ездили с коляской мы даже вот прогуливались а там еще железная дорога идет детская ну я наверное сегодня до туда не дойду хотя кто знает ограда смотрю тоже новая за оборону киева за оборону одессы да замечательный не мне нравится сделано как все отделано мрамором хорошо хорошо сделали хотя я слежу за всеми новостями из читы но об этом я не слышал и не видел солнечный день но ветерок ветерок прохладный за оборону кавказа за полярье асфальт ровный обратите внимание что ни души не души нет за взятие будапешта за освобождение варшавы птички только чирикают это даже не птички сороки ах как здорово какое солнце какой простор за взятие вены за взятие кенигсберга кустики аккуратно пострижены за освобождение Белграда Праги за взятие Берлина мы победили и лент это здорово сделаны за победу над Японией вот у моего отца вот такая есть медаль она хранится сейчас у меня потому что он принимал участие в этой войне он не успел побывать в силу своей молодости на фронте где били немца а где били японца он там был собака и так же как и я бездомный пес с печальными и грустными глазами нет там у него у этого поэта не с печальными а с желтыми глазами почему-то березы территорию парка сократили раньше как-то он простирался дальше вот этого забора не было а его сейчас очень сильно ограничили и вот в этих границах его очень даже здорово благоустроили привели в порядок вот здесь вот бывают построения вот на этом плацу когда мероприятия какие-то вот в той стороне и там вот я сейчас вижу вот молодежь это штаб первого поста то есть дети отличники учебы стоят возле вечного огня ну я не знаю они в какие-то праздники стоят ну вот сейчас конечно здесь никого не видно я подхожу к вечному огню а там вот это новый микрорайон октябрьский это как новый такой город новая чета ну к сожалению я туда тоже наверное не попаду а там есть даже памятник цесаревичу Николаю будущему императору Николаю II который посетил чету его встречали казаки когда он еще был цесаревичем к вечному огню я подойду позже я начну сейчас вот с этого места тут вообще все другое вообще ребята это 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 аллея героев России а вот даже смотрите ух ты Майданов Николай Саинович герой Советского Союза и герой России вообще я вообще удивлен я не ожидал все другое было абсолютно не так друзья ну это просто ну вот я сюда ехал я хотел ну думаю окунусь в прошлое потому что старый парк и старый мемориал он мне очень хорошо знаком я не ожидал я не видел этого ну честно не видел я не знал что здесь произошли такие перемены колокол мины новые доски новые доски с именами с именами погибших забайкальцев все новое вообще все другое когда это сделали я просто поражем и я сейчас уже смотрю доску с выбитым именем моего родного дяди полуполтинных Александра Иларионовича на старой доске я точно знал это место на старой доске я точно знал это место а тут я сейчас вперед впервые с ним столкнусь это будет такая новая встреча тут возможно даже и новые имена какие-то потому что находили вот они уже пошли ух ух сколько полуполтинных вот они отсюда начинаются вот такое написание фамилии полуполтинный МВ даже вот не хватило места чтобы для отчества фамилия то длинная полуполтинных А вот он мой дядя как на старой доске не было инициала Иларионович так и здесь вот нету ну это мой это мой родной дядя полуполтинных Александр Иларионович уроженец села Котельниково и там дальше а нет друзья да хо вверху он есть вот он Александр Иларионович на самом верху к сожалению нет зума но фамилия да есть полуполтинных АИ вот на старой доске не было а дальше идут вот полуполтинных много 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 считаем сверху раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать фамилий вот там и восемнадцать девятнадцать тринадцать ну как бы вот измененная фамилия полуполтинных двадцать двадцать человек полуполтинных все я встретился со своим дядей это была новая встреча упокой господи душу раба твоего воина александра прости грехи ему вольные невольные и сотвори вечную память и даруй царствие небесное вот как все здесь стало герои советского союза вот это то я помню что вот эти стелы их тоже реставрировали вот и занимались этим китайские рабочие и вот эти флаги которые там вот были они почему-то ну люди потом возмущались что они почему-то напоминают китайские флаги потому не знаю почему но сейчас потом их как-то переделали сейчас они уже советские знамена уже все никаких вопросов не возникает а то была дискуссия там ругались все для фронта все для победы вот этой ленты тоже не было просто вот эти стелы они стояли отдельно вот там как раз сейчас будут видимо заступать да на пост памятник памятник землякам забайкальцам героям священной войны кто оружие нашей победы ковал для страны тем кто землю пахал бесстрашно в атаке ходил защитил свою землю и мир на земле утвердил и еще вот тоже лед снег не сошел вечный огонь есть фотография где маленькая Маша ой маленькая Маша маленькая Валя здесь вот сидит и цветочки возлагает ой да ребята тренируются сейчас я поближе подойду покажу эти снежные кучи и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, идёт тренировка. Ну, а я сейчас схожу, ещё покажу оставшуюся часть мемориала. Плиты, конечно, тоже плиты, совершенно уже другие. Здесь тоже герои Советского Союза. Беломестный. Ох, какой! Усач. А вот и Брежнев. Леонид Ильич. Он служил в 1935-1936 годах в танковых частях Забайкальского военного округа в посёлке Песчанка под Читой. Вот. Кто не знал, помните об этом, что у нас руководители государства всё-таки, как бы Брежнева к нему не относились, но этот человек был на войне, он всё это видел, он во всём этом участвовал, и на Малой земле был, вот, в Новороссийске. Да, ну, здесь вот на букву Г, Г, В. Ну, хорошо, что я пошёл в ту сторону и сразу же наткнулся на... нашёл своего дядю. Ну, здесь тоже... смотрите, какая замечательная картина. Это... колокол. Мирное небо. Техника. И здесь тоже герои Советского Союза. Советского Союза. Продолжение следует... Продолжение следует... Эх, путь-дорожка фронтовая, Не страшна нам бомбёжка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас ещё дома дела. А у моего отца была любимая песня Про Лизавету, И он её всегда пел. Ты ждёшь, Лизавета, От друга привета, Ты грустишь до рассвета, А, ты не спишь до рассвета, Всё грустишь обо мне. А держим победу, К тебе я приеду На горячем боевом коне. Приеду весною, Ворота открою, Ты со мной, я с тобою. Та-да-дай, тадам. Ну, вот так. Ну что, друзья, Кому понравилось это видео, Ставьте лайки, Подписывайтесь на мой канал. Мой канал об Анапе. Но и о Чите тоже, Потому что я никогда не забуду свой родной город. Я буду сюда возвращаться, Я буду ходить по его Прямым И широким улицам, Которые упираются в сопки. Смотрите, сопки. Там сопка. Это Титовская сопка. И Я буду Питаться этим солнцем, Которое Нигде нет такого солнца. Нигде. Даже в Анапе. Поэтому Помните Своих предков Сейчас есть Много возможностей Зайти в интернет, Посмотреть, Просто Забить, как говорится, В строку Фамилию, имя, отчество Вашего деда. Найти информацию о нем, Где он служил, Какой боевой путь Прошла его Воинская часть. И Не забывайте Помните Об этом Не забывайте И Своих предков Более Ранних, так скажем Помните Своих прадедов, Которые положили Свои жизни И прошли Горнила Первой мировой войны Гражданской войны Это надо помнить Друзья Всего вам доброго Берегите Своих близких Берегите Свои семьи Дорожите Отношениями Дружбой Всего вам доброго Продолжение следует...